Настя пипец, как меня долго ждет, она уже четыре часа не кушала, впервые нажал на звонок. Здравствуйте. Это что, много? А? Это много толстого? А, это типа много или много? Да, типа много толстого. Давай включить этот шаблон. А, не буду махнуть. Ага. Ну, что, давай качаться. Так, ручку ставим. О, все. И бицепс у нас качать вот так, вот таким образом. Ты меня ненавидишь сейчас? Качаешься? Что, дать не поеб***ть чисто? Потому что я так долго. Я уже есть, у меня слюни, я ем, блю, пью слюни и жру ногти, блядь. Ну, я уже пиз***, я конфеты съела все свои почти. Ну, ладно, сейчас зато хорошо пожрем. Всем привет. Всем привет. Сегодня. Пожалуйста. Побыстрее, да? Покормите меня. В общем-то, да, мы с Настей в Корее и мы, наверное, ждали влог. Но дело в том, что есть одно но. Мне нужно подождать Настю для того, чтобы мы совместно выпустили влоги. Да, а монтировать мне долго. Да, поэтому такой вот экспресс-ролик, который я, кстати, планировал снимать. Просто не знал, когда, а вот так вышло, что сейчас. Да. Подвините, пожалуйста, тут руками мы размахиваешь, они у тебя исчезают-то. И так все равно размахиваешь. Ладно. Физорик. Короче, это, да, мне кажется, что это очень логичное видео. Да. И чтобы оно было первым из Кореи, потому что кушать здесь, как будто бы это самое важное в путешествии в этом. Особенно сейчас, когда я ела крайне раз в 12 часов утра, два яйца вареных и все. И воду. И как тебе? И сейчас уже 5 часов вечера. Ну ничего, сейчас зато пожрешь. Там я столько купил, ахереть просто. Да, мне завтра как раз улетать. У меня два перелета. Мы сейчас миксанем. И будет у тебя потом микс в самолете. В туалете. Я не умру в туалете. Я не умру в туалете. Давай сюда пакеты. У нас сегодня на распаковку и на пробу KFC корейский и корейский Макдак. С чего начнем? Ну, что я уже все готова. Давай, даже невкусное доставай. Я буду есть. Пошла с... Энеки-бэнеки ели вареньки. Макдак. Что, Саша? Да, я хотела это. И сосала сушку. Ну, оцениваем. Сначала пакетик. Смотрите, какой охеренный, да? Смотри. Это хэппи-мил? Нет, это хэппи-мил. Это просто не пакетик. А я уже хэппи. Ты что делаешь? Не знаю, это шо. Хоть как разбавить. Ой, бля. Какая-то Люся. Чистую уборку надо сейчас делать в такой херне. Пахнет. Да. Начнем. Ну вот, что первое достало, давай пробуйте. Значит, прочитай, переведи, пожалуйста. Ха-ха-ха. Да какая разница? Ну, короче, открывай, да. Я это буду все ценно, наверное, и как это выглядит на картинках. Слушай, чистый белок. О, это крылышки вроде как. Да, как будто бы. Да, это они. А ну. А у тебя это крылышко? Мне кажется, это нога. Нога. Ну, а пол. Главное, что это вкусно, наверное. Чё? В ноге больше белкачек. Бля, я люблю большую ногу. Бля. Да ладно, чё. Боже, а кто больше ногу не льдет? Ммм. Мне нравится. Обычно, да, но сейчас я голодный тоже. Для меня это пи***ка вкусно. Чё? А она тоже со стринкой. Ну да, кстати. В смысле, как в KFC. Да, к***. Срать огнем на самолете, это, конечно, то, о чем я мечтала. Настя, они пропустят набор. Они выявят в тебе газы воспламеняющие. Ха-ха-ха. Взрывал пассе. Девочка-бомба. Мы сейчас подаем, мы сейчас с этим куском панировки. И вообще, блядь, видео на этом закончится, как были живы такие. Ой, не надо, тьфу, тьфу, ты что? Мне вкусно. Мне тоже вкусно, просто очень острый. Мне уже не нравится. Очень острый? Она, наверное, на склее. Она вообще лайтовая. Скорее всего. Да ты, потому что токпоке здесь нажрался, который есть невозможно ест. И сидит каждый раз и все равно берет токпоке. Да. Бля, еще больше слюней выделяется из-за остроты. Ой, божечки, мне прям плохо уже. Ну, в смысле, плохо, потому что слюны много. У меня желудок уже сам себя наполовину съел, пока я тебя ждала. Ну да, я немного извращу, да, люблю острое. Боль. Да. Любишь боль. Да. Вот такой вот я. Интересный. Психотип. Что за *** сказал? Психотип. Ну это интересно. Выразился психотип. Психопаат. Нет, его зовут психотип. Ты просто психотип. Попробуем лимонады. Я взял специально два лимонада. Да. Один у нас идет... Ой, пакетики специальные для них с разделением. Что, они бесплатные, что ли? Блин. Может мне не продили, что ли? А, это на Рынской FC. Да и ладно, похоже. Один с личей, другой не помню с чем. Ну это мякоть, типа. Надо понять, какой второй. Один с личей точно. А другой? Другой с кактусом? Виноград это. Ой, блядь, какой же тупой все-таки. Ты куда так много пьешь-то? Я обожаю пить. Очень вкусно. У меня очень сладкий. А ну. А у тебя не очень сладкий. А реально виноград. Это куски винограда оказывает. Охереть вкусно. Походу косточки, остатки косточек может быть. Синильная кислота. Смотри, смотри, это что-то для меня как будто бы с салатом. Это веб. Веб-эс-пусси. Нет, не так веб. Нет, это и не тот. Нет, ну вот это вот где танец. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это какой-то веб. Микрошавушка. Давай пробуй. Микрошавушка. А ты? А у нас один. Я взял все по-думу, потому что мы на ждем все. Наверное, ничего особенного, да? Лаваш, курица, салат и в листьях. Это бекон. Бекон? Да. Суховато? Без соуса? Соус там внизу, но я не пойду туда. А я пойду еще как. Ну мне вкусно, потому что я всегда себе... Всегда себе... Не всегда, забудьте это, не всегда. Я когда очень редко бываю в фастфудных, я себе беру без соуса. Бл***ь, оно опять острое. Без соуса беру себе роллы. Бл***ь, как вкусно. И реально острое, мне нравится. Здесь все такое острое. Бл***ь, там хочется доесть, но я понимаешь, там угол обожраться и что-то там не попробую. Оставь, мы вечером, у нас еще вечер целый. А, у нас. Объездки чисто оставили. Ну что, давай ужинать. Не, ну здесь я уже привыкла к такому. Подожди, а это что? Опять что-то острое. Почему острое? А я уже чувствую, я знаю. А, это моцарелла стикс. Моцарелловый тик. Чёрс. Ну, блин. Ну почти. Не острое же. Да, вкусно как будто. Есть такое. Я такое очень люблю. Да, ты впечатлишь, что... Я вообще все люблю. Все хвалю, все люблю. Ну да, кстати, ты... Даже то, что вообще очень непонятно, наверное, понравилось тебе. Это я думала, что я все една. Пока я не поехала путешествовать с Яном. Опять же. Ты даже думал, что ты так засел. Ой, блядь. И я. Нельзя нам такое делать. У нас же КФС. Что это такое? Что это за... Ой, я не знаю, что это. Ой, блядь, я не в той стороной. Я не в той стороной. А. Ёпта. Прежде чем мы откроем этот бургер, я хочу сказать о том, что я из тех людей, которые любят прям, когда кушают, запивать всегда. Кто-то говорит, что, типа, так нельзя, это вредно и так далее, и так далее. А вы никогда не задумывались о том, что мы же суп едим, а там, типа, и бульон, и мясо, и вермишель, и так далее. А когда мы смешиваем вот лимонад вот с бургером, это все то же самое на самом-то деле. Да, как и суп здоровый, с бульоном куриным, и с овощами хорошими. То же самое, лимонад с бургером, это то же самое, это просто такой суп своеобразный. Да, я просто хочу сказать, что ничего такого в этом нет, если ты кушаешь и запиваешь. Я об этом больше. Подумаешь, что суп это бульон наваристый, да, это все, это не жидкость, не вода, которая проталкивает. Ну, да нет. Тебя проталкивают конкретно? У меня одна. Давай. Блин. Подожди, у меня тоже идет. Подожди, я не могу теперь. Она застряла тут, знаешь, готовится к запуску. Это топ-пока вчерашняя? Вау, последняя такая, после аттракциона. Так, у нас какой-то здесь бургер, либо это, наверное, 1955-й бургер. Так называется, 1955. Может, типа, это возвращение старого какого-то бургера. Интересно, когда вообще Макдак открылся первый? Ой, я смотрела когда-то видео об этом и, конечно же, не запомнила. Вы не видите, но я разрезаю. Блин, ты стол режешь. Да, похуй. Слушай, у кого-то будет кусок бекона, у кого-то нет. У тебя он будет, да? Да. Ну ладно, кушай. И сегодня я все равно не кушал, кушай. Ага. Вышла. Ты вау. И зашла нормально. Да. Вышла, и зашла нормально. Но я испугалась, да. Ммм. Да. Ой, слушайте. Ммм. Еще и соус, потому что... Да. Для меня необычно, потому что я очень редко вообще фастфуд кушаю, да. А если и кушаю, то только с курицей, не с говядиной. Потому что мне потом отрыжка три дня подряд говяжьей котлетой. Реально. Только курицу мой организм воспринимает. Не повезет соседям в самолете. Я поэтому не была себе специально платные места у прохода, чтобы бегать в туалет и никого не тревожить. Чтобы я могла бегать в туалет бесчисленное количество раз. Этот бургер называется булгоги-бургер. Пульгоги. Я это слово слышала где-то. Да. Пульгоги. Пульгоги это корейское блюдо. Ааа. Ааа. Пульгоги это же пирожок, который вы заказывали в кореане, да? Нет. Но это блюдо такое, мясо. А для меня необычно, потому что это не курица. И вот я советую всем пореже кушать фастфуд по жизни. А если кушать, то, например, вот с курицей, да. Чтобы потом охереть от того, что вы едите с говядиной что-то. Ну, это, конечно, вкуснее, потому что. Ну, на мой взгляд, конечно, вкуснее, на мой вкус. Блин, я опять все схавал. Нельзя так кушать. Ну, чтобы тебе не было так обидно, я сделаю то-то самое. Чтобы ты не расстраивался. Хотел сказать эрекция. Реакция. Ну, тут сложно воздержаться от эрекции. Согласитесь. Это правда. Пипец. Я даже не буду смотреть. Я не буду смотреть. Я тоже не буду смотреть. Я не буду опускать, взгляд не... А я побушаю. Спрячь пакетом, скачь. Пусть ты вкусная была. Блин. Пусть. Мне кусочек в горло тополёчен. Я была на грани. У тебя еще это все в буреке тут-то. Я была на грани. Блин, это видно. Ну, я увидел. Даже сейчас. Ой, кошмар. Как здорово. Вкусно? Нет, очень вкусно. Подожди, тут еще один в горке. Да. На немного, к примеру, от просмотра на штрапезы, для того, чтобы вам кое-что рассказать. А именно, хочу вам рассказать про сервис Далями от Тинькофф. Далями это приложение, где вы всего лишь оплачиваете 25% от покупки. А остальное потом. Сами понимаете, вот эта спича, это реально что-то важное. На зарплата еще не поступила. А тут вот такой вот спасательный круг. Как говорится, схватились, да и спаслись. Сервис включает в себя более тысячи магазинов-партнеров. И этот список постоянно пополняется. Например, вы можете купить себе обувь в Тимберленд, либо Рендеву. Одежду в Лакост. Ну и как же без красоты в Золотом Яблоке или в Гош. Главная фишка сервиса в том, что вы можете купить все, что захочется оттуда сразу, а оплатить большую часть потом. Совершать покупки можно частями в онлайн и офлайн магазинах. Без комиссии, кредитного договора, проверки кредитной истории и переплат. Как итог, вы получаете товар сразу, а остальное платите потом. И главное, что сервис абсолютно бесплатный. Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно сформировать корзину в любом магазине, выбрать способ оплаты долями, ввести номер телефона и оплатить первую часть. Оплачивать можно картами любых банков. Оставшиеся три доли спишутся автоматически с шагом в две недели. Я оставлю вам ссылку в описании. Хорошего вам шопинга с долями. А мы переходим дальше к трапезе. Тут сейчас я тебе достану интересный блогер, потому что он совместно с кей-поп-группой Нью Джинс. Это девичья группа. Ну, состоит из девушек. Хат энд чиз, мистер Виспи. Смотрите, какая упаковка розовая интересная. Гендерные стереотипы, здорово. Ну, а они просто ассоциируются, вроде, даже с розовым. Вот в чем дело. Вот, смотрите. Я просто, просто, еб... Так, ну что, мне очень интересно. На этот будет стремиться. Сколько тут сыра уже нас встречает. Сырная такая, бум... Офигеть, как это... Пися, да? Нет, я подумал про хлеб, знаешь, который вот такой батон. Да, но форма писи. Вот Настя сказала, что это пися. Для меня это батон. Ребят, напишите в комментариях, кто испорчен. А, он, кстати, с чикеном, не с говядиной. А, отлично, смесь разных мяс, чтобы было поинтереснее лететь завтра. Да, да, все как ты любишь. Вот эти твои газировки... Ты как мать сказала. Вот эти твои газировки... Ну, я тоже, потому что у меня рыгаю. Уже сейчас я не только буду. Давай, скорее, бери. Давай за две щеки, скорее. Вкусно, кстати. Что? Я облизну палец. Давай не весь... Давай договоримся, что не все будем съедать. Не весь буркер. А так, укусим и все. И скажем свой предикт. И пошла, поехала. А, вкусно? Блин, да. Очень вкусно. На тебя попало. Буэ. Настя, твою столеву. Давай, переверни еще, бургин из себя. Слушайте, ну бургер Нью Джинс реально классный. А почему же Нью Джинс... А, группа так называется. Слышь, у тебя... У меня тоже в мозге это. Нет, парень. Подружки, у меня тоже в мозге это. Мы в одночасье в один голос сказали, в унисон. Да. А, бля, мы же договорились не ждать дальше. Ну, как сказать? Я ничего не ответила тебе на эту просьбу. Я еще раз укушу, чтобы понять точно. Да, он. Он нахерен. Ну, ради него, как будто, даже в Корею стоит так вот прийти. Прийти. Настя, а ну, положи на стол. Конечно. Я уеду, а он тут еще две недели будет шарахаться. Хочешь, тебе с собой все это упакуют? Самолетчик бы хуярить, блядь. Задвещуете. Вкусно и красиво. Реально. Соус густющий, желтющий, химозный, вреднющий. Ну, в общем, остренько, но... Охренный. Да. Остренько? Тебе здесь было остренько? Да, но потому что панировка опять остренькая. Я вообще не почувствовал. Да ты уже, я говорю, ток-поте, у тебя все уже проблемы с этим, все уже, точнее, уже нет никаких проблем. Плюс еще у тебя корейские крови внутри, извини меня, тоже, да? Килограмм кимчи сожрал как-то. Заказал, купил себе килограмм. А, блядь, это я сейчас не удержу, мы перернемся с этим самым. Не будет фаер-шоу. Да, купил как-то все кивичи, вот такую вот кастрюлю. О, чикен и макнаггетсы. А, да, я хотел их просто сравнить с нашими, да. Ой, они более сухенькие на очек, не такие размягшие, знаешь, как у нас. Ага. А чего не нравится? А чего не нравится-то? Сухо. Ну, белочек. На вкус не наггетс, ну, не чикен макнаггет. А мне нравится. У чикен макнаггетса просто есть свой собственный вкус. У тут я его не ощущаю. А я чувствую, мне все вкусно было. Вон тут соусы какие-то. Да, безусладкий и чили. Ну, какие они симпатичные. И, конечно же, я сначала забыл это взять, но потом, как вспомнил, взял сразу. Картошку надо попробовать. Я обожаю размягшую картошку. А ну. А ты? Я тоже. Которая такая на следующее утро еще. Да, да, да. Ты их купил вечером, не доел, а потом утром из холодильника вот эту вот сухую, но в то же время размягшую. Я люблю. Ну, у нас, к сожалению, картошка уже мать и стала вообще не там. А, кто давно, наверное, не ел там. Ну, короче, да. Очень. А вот тут, вот она, вот она, оригинальная картошка. И она, правда, она почему-то прям размягшая, прям большинство размягшие. Так, потому что уже она холодной стала и вообще испарение произошло. Опять бургер. Хорошо, что не спаривание. Ой, фу, ну опять начал. Напишите, кто его испорченный. Смотри-ка. Бульгоги. Блин, ты перепутал. Вот он, Бульгоги-бургер. А, а тот все-таки был 1955, как называется так он. Он очень скользкий, он прям, вот прям скользится. Ну да, есть такое. Он, ну, соус на любителя. Он такой, знаете, кисло-сладкий получается. Ну, нет, он сладко-кислый. Ну да, больше так. Ну, на любителя, честно, будто бы я бы это не сказал больше. Да, он, я еще привкус жира чувствую. Жира? Ну да, ну на боках такой, знаешь. Нет, бля, просто. Просто очень, из-за того, что насыщенно очень на вкус, перенасыщенно. Тут и очень сильный вкус мяса, и эта булка сладкая, и соус сладкий. И я душнила вообще. Не, не, правда, правда, что душнила. Не, реально перенасыщенный бургер, поэтому вот мне этого укуса хватило. Да, еще и скользкий. Вот это скользкий тип, конечно. Да, он прямо, и вот больше не надо, спасибо всем. С такими мы не вводим дружбу. Скажи, сколько у тебя остается в самолет взять? Вот, это Настя возьмет в самолет. Я прямо вот так. Да, тут с ножом. И в карман. Скажешь, девушка, у вас там что-то есть металлическое? Скажешь, нет, это бургеры. Да, нож! Я его, чтобы облизать взяла. Не забирайте последние. Су**ки. Не, ну я на самом деле, знаешь, чему радуюсь? Чему? Потому что мы в мой последний день пребывания здесь попробовали это. Потому что если бы мы попробовали раньше, мы бы еще пришли за этим. На самом деле это очень удивительно еще то, что мы за неделю, можно сказать, пребывания в Корее... Какое-то говно непонятное из них. Ну, ладно, не говно, конечно, но непонятное. Ну, в основном, Старбакс жирная. Вот это вот, понимаешь, ничего хорошего. Ну, вот именно. Я хотел тебя и туда, и сюда привезти. Ну, это нет, да нет, нет, да нет. Не, ну, вообще-то Макдональдс, мне приглашение в Макдональдс не поступало, и в Киевси тоже. Нет, это... Простите, нет. Да, я и говорю, нет, не было бы. Ну, это же вредная еда. Ага. Поэтому хотя бы так, чтобы зрителям показать. Да, чисто для этого. Да. Ну, что, дальше ждать. Давай, конечно. Ой, они улыбаются вон. Скорчер-бургер. Скорчит нас? Да. Там улыбочка. Интересно, как он будет, девушка? Ты что, боряешься? Да. Там, блядь, обороняемся от фастфуда. Блин. Это типа, это я для Света тренера. Ой, не хочу, не хочу. Нет, нет, нет. Ой, 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 ой. А теперь? Это же black jeans. Ой, или как, black... Pink jeans. Да? Ну, похоже очень. Реально похоже. Вот такой вот бургер. Пипец какой. Похожий на предыдущий из Макдональдса. Пред-предыдущий. Пахнет непонятно пока чем. Хуярь. Возьми на язычок там соус. Ну что? Опять острая. Острая? Эй, соус, смотрите, какого цвета. Мне кажется, сгорит жопа потом. Реально, я не хочу попробовать. Он оранжевый. Но это... Вкусно? Я не хочу больше такое. Просто дело в том, что... Это как будто такое... Ну, для таких вот, отбитых чуть-чуть. Это шрачу, походу, с чем-то. Ой, бля, вот эта острота прям. Я говорю, на цвет как ток по... Бля, запила мне в горло, отдало. Да, это прям очень остро. Хоть и я не ел с такого цвета соуса, чтобы не умер несколько раз. Возможно, кстати, это и есть он. Скорее. Ладно, давай запустим чем-нибудь поострее. Знаешь, что такое? Посмотрите просто на эту коробку. No bun, all meat. А ну? All meat это все мясо? Да. Это для спортсменов? Полностью из мяса. Это для спортсменов? Это жесть. Просто посмотрите на этот гигантский бургер, стоящий только из мяса. Хочешь? Ты же спортсменка. О, тут яйцо еще есть. Я говорю, это для спортсменов. Я видела, это так потешно выглядит, так мотивационно. Мы проходили мимо KFC в аэропорту Сеул, Инчхона. Угу, Инчхон. Инчхона? Инчхон. Инчхон. И там видео рекламное было с KFC, там качки. Их показывали на гигантском бургер. Ммм, это вкусно. Пробуй. Конечно, не так пробишь. Всем свои таланты показывать. Хочешь, я заблюрю? Сукуш, мышцы, расу. Ага, и не только. Че, тоже в самолет заберешь? Это будет доедать, что ли? Не, не. Сейчас пробую, это она была. Бля, офигенно будет. Мне понравился, потому что он такой из мяса, из приятного мяса. У нас в KFC, допустим. Я уже эти стрипсы не могу жрать, и эти бургеры не могу жрать, потому что... Ну, здорово, не надо. Потому что мясо странное стало. Вот именно. А здесь оно нормальное. Получается, остаюсь здесь. А я поняла, почему так мало курицы здесь в блюдах. В магазине. Все потратили на эти бургеры для качков. Всех куриц. Интересная мысля. Знаешь, такое ощущение, что хочется, знаешь, просто улечься и спать. Ну, лежать, зависать в телефоне, когда пожрешь так. А так, а ты разве так не будешь сейчас делать? Каждый раз, когда мы позавтракаем, я ложится потом. Говорит, все на боковую. Ну, реально, у меня именно так это работает. У нас тут маленькая коробочка какая-то. Здесь непонятно что. А, это пироженка. А там еще что-нибудь... Похер, давай. А как мы это будем сейчас делить, я хочу это. Блин, как это вкусно. А что это, что это? Помнишь яичный? Жизнь, хотел сказать, только все не всегда. Настя, давай скурием в них. Пиздец, да, вкусные? Фу, когда начинаешь думать о составе, об ингредиентах, не очень. Что, яйца не очень? Ну, типа, ну да, получается. Реально? А там просто яйца, желток, скорее всего, желток только с сахаром. Да, это все офигенно. Да, но когда об этом думаешь, становится не по себе слегка. Это понюхай. Ой, масло. Это классно. Это butter bread, я так думаю. Ну, слушай, на запах точно butter, а на вид хлеб. Поэтому давай. Ой. Ох, какой он мягкий. Мне так он нравится. Консистенция-то сухая. А вкус стопроцентно масляный. Это просто масло в формате булки. Это если бы масло было булкой. Угу. Наверное, куда и джем надо было добавить. Не надо ничего никуда. Не, ну слушай, если бы не лимонадом надо было запивать, а чаем, наверное, было бы вкуснее все-таки, да? А еще лучше кофе. А я люблю лимонадом фасут запивать. А, ну а если это булочка? А, булочку, булочку, да. Последний бокс, как говорится, с богом. Что это такое? Ой, а как пахнет. А-а-а. Я вспомнил, это соя, соевый, короче. Хуй, соевый. Хуй, соевый? Хуй, короче, хуй, соевый. Хуй. Нет, ты ближай, это соевый. Хуй. Я опять соевый, друг, хуй, соевый. Приходит. Я уже хотела сказать союшку. Мне даже уже захотелось. Короче, это фикин в сою. Небе, все кусманы здесь. Поближе покажи, это кусман один. Я вообще не понимаю, это что, отдельная курица, что ли? Это цыпленок. Ну что? Мне попался только кусок панировки. Кость. Кость до кожи. Кожа до кости, только кость до кожи. А Ян вообще сказал, они здесь не все послушно-законные. Мне кажется, кто-то одни уловил, сейчас в чем трабл. Нет, никакого трабла, это моя самая любимая черта Яна. Ну, а ты какую-то хуйню, блядь. Думай о том, что я правильно сказал, блядь. Не, ну я тоже так делаю, просто я действительно говорю какую-то херню, но мне еще никто и не говорит, что я говорю неправильно, и я все это время думаю, что я правильно говорю. И никто не смеется еще, потому что это не смешно даже. А у тебя смешно, и тебе еще и говорят, и вообще у тебя замечательная жизнь. Да и вообще у нас есть книга янизмов. Да, книга. Заметки в телефоне. Все, что Ян, да, сморозит, записывает под запись. Ты на карандашике. Кстати, вкусная. Тебе не понравилось? Ты уже, ой, 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 ой. Я знала, что я тебе дать вкусить, весь. Пожиратель. Вкусно, да? Ну, а это курица просто. Нет, ну хорошо, конечно, я скучала. Просто курица. Ну, тут-то в чем загвоздка? В сое, то, что курица в сое. Мне это напоминает опять вот этот соус бульгогу. Да? Ага. А мне нет. Она тоже. Даже не пахнет так. Ой, блядь. Лучше не нюхать вообще. Почему-то пахнет очень странно. Конечно, вот пирожное. Да, пирожное с яйцом. Это что-то с чем-то. Мы сейчас пойдем гулять, 100% зайдем в KFC и купим его снова. И этот лимонад хочу. Слушай. Я его слышала. Вот так вот внутри сделал. Ты сейчас опять рыгнешь, да? Нет. Жабка, крышка? Нет. Пухнешь. Нет. Это тоже твоя участь. Прерогатель. В принципе, есть вкусные позиции, которых нет у нас. Нихера себе. Что? Это тут у нас. Но уж точно у нас такого и близко не было. Нет, такого понятно. Вообще была коллаборация с Егором Кридом, например? У такого Бургер Кинга же была коллаборация. С А4. Бургер Кинг говно. Нет, это просто я мем вспомнила. Бургер Кинг говно. Ну, блин, сравниваешь, конечно. Ну, джинсы и... А у нас таких нет популярных. А киркоров? Что? Нет, есть что-нибудь нормальное? Да у нас много кто есть. Нет, действительно нормально. Без вот этого. Шура. С А4. С А4. С А4. С А4. Джонни. Вот, Джонни это артист. Ну, и где? Где бургер с Джонни? Ну, нет. Ага. Так, а где у нас Макдак? А, ну, нет. Поэтому, конечно, интересно здесь. Спасибо, что помарил меня голодом целый день, а потом пришел под конец. И накормил. Да. Очень я это высоко оценила. Прикольно, интересно, вкусно. Не ешьте фастфуд. Ну, иногда можно. Не пейте газировку. Ну, иногда можно. А я закушу. Закушу. Ты что, испугалась? Конечно. Ну, не чаку сделал. Нет. Это 5 с плюсом. Я, короче, конфеты привез. Кто знает, тот знает. Это 5 с плюсом конфеты. Че? Кто знает, тот знает. Это 5 с плюсом конфеты. Это конфеты моего детства. Я просто их обожал. Ну, что ж, ребята. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на Настя канал. Все ссылочки в описании. Да я ладно. Не просил даже. Подписывайтесь на мой канал. Так, а причем, ты же гость на канале. Ну, а с вами был, как обычно, Ян Рейзен. И Настя не как обычно, но очень радостно было здесь оказаться. Я тоже очень рад. Ну, что так-то были влоги, которые все, кстати, классно оценили. Чтобы мы там это самому-то херню говорили. Кринжовую. Такого не было. Класс. Все. Ждите наши влоги. Всем спасибо за этот. Пока. И тут я еще 5 секунд о чем-то болтаю. Если ты досмотрел мои видео до конца, ты знаешь эту тему. Вот и проверочка произошла. А, возможно, у тебя, возможно, такая все пока, я говорю. Ты там все пока, ладно, и уезжаешь. Уезжаешь. Да. А, ну нет, я еще немножко продолжаю там лайфа. Боже. А ты заметил, что здесь, когда садишься на толчок? Не у нас, а в торговом центре, например. Ты садился там на толчок? А ты стоил? А я, в принципе, не хотел сразиться там, да. И я бы не сел, если бы захотел. А там очень чисто. А какая разница? Даже если толчок чувствует тяжесть жопы и начинает капать водичка. А, серьезно? И типа, как бы, туалет такой, типа, я тоже писаю, если что. И никто не поймет, это я писаю или ты писаешь, журчишь. Офигеть. И вот мы писаем его бы коротик, прикольно. А ты заметил, что у нас на толчке, когда, ну, мы стелим там бумагу, чтобы посрать, чтобы не брызгало? А, да. Она, да, выплывает, то есть не помогает. Но все, ну, когда срешь, она не брызгает. Да, да, да. Охереть. Более того, туалет не пачкать. Да. Какашками. Да. Потому что здесь вода постоянно в толчке на высоком уровне. Это охеренно. А еще садишься на толчок, и ты будто бы снижаешь. А мы почему после еды-то начали телегу вообще развивать? Всем приятного аппетита. Ведь люди, наверное, под эти видео едят. Ребята, ну, что естественно, то и не безобразно, как говорится. Подумаешь, обсосали полностью тему говна. Кто как какает, пачкается ли туалет и брызгается ли какашка. Мне кажется, это было очень интересно. Все, пока. Пока.